В Екатеринбурге, в Ленинском федеральном районном суде, судья Александр Суслов приговорил к 7 годам зоны строгого режима 28-летнего рэкетмена Яхебика Саид Василова. И это получился вердикт Фемиды на минималках, потому что следствие вменило Саид Василову 163-ю часть 3 УК, а это вымогательство организованной группой, а за это полагается вилка наказания от 7 до 15 лет зоны со штрафом до миллиона. Судья выписал вымогателю минимум 7 лет и еще штраф в 50 тысяч рублей. О самой организованной группе, в рамках которой орудовал Саид Василов, мы в свое время рассказывали и даже упоминали этого персонажа, только тогда он обозначался в материалах уголовного дела не именем и фамилией, а номером 1, 2 или 3. Дело в том, что 5 марта текущего года основной костяк шайки, 5 человек, по решению Свердловского областного суда отправился на Кичу. Судья Павел Неретин выписал вымогателям от 7,5 до 11 лет неволи. Этот квинтет проходил под своими фамилиями, но были еще три неотловленных члена группировки, которые числились в деле как участник номер 1, участник номер 2 и участник номер 3. Одним из них и оказался Яхебик Саид Василов, который 5 марта текущего года числился в розыске. И вот, как говорится, не прошло и полгода, а полгода действительно еще не прошло, и приговорная участь постигла 6-го члена шайки Саид Василова. Для тех, кто вдруг подзабыл, чем пробавлялась эта преступная группа, позвольте вкратце взрыхлить фабулу в памяти. Большинство злодеев было родом из Кушвы, но орудовал коллектив вымогателей исключительно в Стольном граде Екатерины. И надо заметить, орудовал крайне недолго, всего 18 суток, с 5 по 23 сентября 2022 года. В уголовном деле описаны всего два преступных эпизода. Первый, как вы наверняка догадались, случился 5 сентября. А два года назад Михаил Шуфутинский календарь перевернул, и он перевернулся. Сегодня певец снова его перевернул. Ну, а наступит ли 4 сентября, а за ними 5, об этом мы узнаем завтра. Но это была ремарка в сторону. Так вот, 5 сентября 2022 года шайка вымогателей отработалась на своем знакомом Эргашеве, счастливом обладателе Hyundai Solaris. Некий член шайки убедил Эргашева приехать к дому на Фрунзе 24, чтобы познакомиться с некой дамой. Пока жертва развода крутила шашни, главарь шайки Ренат Ниязов подбросил в беззащитный Solaris пакетик с порошком. Когда Эргашев достаточно назнакомился и довольный вернулся к своему Hyundai, там его уже поджидала главная убойная сила преступного коллектива, 27-летний Глеб Васильев, реальный сотрудник вне ведомственной охраны. Ну, то есть, читай, оборотень в погонах. С ним в паре работал не настоящий силовик Семен Шолев, ну, читай, дурилка картонная. Васильев показал хозяину Solaris свою красную настоящую ксиву вне ведомственного охранника, пошарился в Hyundai и, естественно, нашел порошок. Эргашева обвинили по 228 УК в хранении наркоты и пригрозили посадкой в зону. Но в плане гуманизма сообщили, что можно и откупиться. Цена вопроса 250 тысяч. Возможность присесть Эргашев воспринял реально и заплатил вымогателям четверть ляма. Второй криминальный эпизод «Шайка» разыграла 23 сентября, все того же 22 года. В Интерсити злодеи вычислили мужика из Ижевска, который искал работу, ну и как бы наняли его курьером перевозить наличное бабло из адреса в адрес. Первым заданием курьера было взять у старушки нал в доме на Павла Шаманова и доставить на другой адрес. А старушка-то оказалась подсадной, то есть мамой одного из членов «Шайки». Ижевский курьер деньги взял, а через несколько секунд в подъезде взяли уже его, ну все те же двое, полицейский Васильев и ряженый Шолев. Они обвинили бедолагу в том, что он якобы обнес хату старушки, в творческом союзе с другими злодеями вывезли курьера на пустырь на улице Академика Сахарова и стали вымогать 500 тысяч рублей. Тот посетовал на то, что он еще накануне был безработным, читай, безденежным. Вот это было его первое задание по перевозке бабла, ну в общем делайте что хотите, а полляма я вам не дам, ибо его просто нет. Рэкетмены с такой логикой согласились и забрали то, что у курьера было, а именно золотую цепь с крестиком и мобилу. А вскоре эту шайку накрыли полицейские и вменили 4 статьи УК, групповой рэкет, групповой грабеж, киднеппинг, то бишь похищение человека, ну и оборотень в погонах Глеб Васильев получил персонально 286 УК, превышение должностных полномочий. Вы спросите, а какова роль свежая посаженного Яхебика Саид Василова? Ну как же ж, он был в составе организованной преступной группы и занимался групповым вымогательством, ну в общем получается был не на первых ролях, и может быть поэтому, несмотря на то, что в прениях сторон гособвинитель потребовал для него 10 лет зоны, судья выписал 7 лет по статейному минимуму.